здравствуйте дорогие любители вязания сегодня свяжем вот такой красивый ажурный узор этот узор я увидела в интернете он мне понравился можно сказать заинтересовал меня своей необычностью несмотря на свою необычность он вяжется довольно легко и что немаловажно интересно его совершенно не скучно вязать я не буду показывать схему схема будет перед вами мы сразу начнем вязание долго мы здесь говорить не будем раппорт узора составляет 14 петель в ширину и 12 рядов в высоту единственное неудобство в изнаночных рядах петли тоже вяжутся по схеме но узор очень интересно вязать и вот вы сейчас в этом убедитесь я набрала на спицы 16 петель вместе с кромочными первую кромочную снимаю последнюю кромочную провязываю изнаночной вяжем первый лицевой ряд сразу после кромочной провязываем лицевую петлю затем 4 петли провязываем лицевыми скрещенными в первом ряду после набора петель петли у нас лежат так как они расположены при классическом вязании и простая лицевая классическая вяжется вот таким образом а лицевая скрещенная за заднюю стенку как как будто бабушкина петля и так 4 лицевые скрещенных одно провязали 2 3 и 4 затем провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону делаем двойной накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево можно развернуть петли можно провязать протяжка одну петлю снимаем провязываем вторую петлю лицевой и накидываем на нее снятую петлю 2 вместе лицевой с наклоном влево дальше 4 лицевые скрещенные 1 2 3 4 и 1 лицевая в конце ряда в дальнейшем я вижу бабушкиными петлями и поэтому немножко по-другому буду вязать петли с наклоном вправо влево и вот лицевые скрещенные новые это увидите 2 изнаночный ряд 4 изнаночных 2 вместе провязываем изнаночные скрещенные вот таким образом снимаем 2 петли не провязывая на правую спицу меняем их местами так чтобы вторая петля сзади обошла первую и стала перед первой петлей обе петли возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной еще это называют 2 вместе изнаночной с наклоном вправо а на лицевой стороне у нас провязались 2 вместе лицевой с наклоном влево далее двойной накид делаем а двойной накид который у нас был провязан в первом ряду мы сбрасываем затем 2 вместе провязываем обычной изнаночной петлей 4 изнаночных конце ряда 3 лицевой ряд 3 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо я уже говорила так как я вижу бабушками петлями мне нужно эти петли развернуть вот таким образом и привязать с наклоном в правую сторону чтобы все петельки лежали одинаково то вяжет классикой им проще просто вяжите за передние стенки дальше снова сбрасываем 2 накида от предыдущего ряда и делаем снова 2 накида затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 3 лицевые в конце ряда 4 изнаночный ряд 2 изнаночных 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной можно вот так еще провязать подхватить обе петли начиная со 2 правой спицы и снять их с левой спицы вот так вот развернуть и снова вернуть на левую спицу и провязать 2 вместе изнаночной и у нас на лицевой стороне снова получилось что они провязались 2 вместе лицевой с наклоном влево далее подошли к двойному накиду сбрасываем оба накида и снова делаем 2 накида затем 2 вместе провязываем простой изнаночной и 2 изнаночных конца ряда 5 лицевой ряд 1 лицевая 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо сбрасываем 2 накида снова делаем 2 накида 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая довольно странно получается до 6 изнаночный ряд провязываем 2 изнаночных затем делаем 4 накида 1 2 3 4 довольно туго делаем накиды не надо их расслаблять сбрасываем 2 накида и вот посмотрите у нас 5 рядов подряд мы сбрасывали накиды теперь мы эти 5 накидов провязываем следующим образом сначала подводим правую спицу под самые нижние накиды тут чтобы захватить все 5 накидов и провязываем их изнаночной петлей вот так затем эти 5 накидов мы провязываем лицевой петлей вот так снова делаем 4 накида и 2 изнаночных в конце ряда не знаю как вам а мне было интересно вязать 7 лицевой ряд сразу после кромочной делаем накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево у нас узор будет вязаться в шахматном порядке затем вот эти четыре накида мы провязываем каждый накид лицевой скрещенной вот я бы простую лицевую вот сейчас вот так привязала лицевую скрещенную за заднюю стенку вот так вот 1 2 3 и 4 петля вот 4 лицевых скрещенных далее 2 лицевых так лучше далее 2 лицевых вот здесь одну удобно провязать за переднюю стенку одну за заднюю стенку и снова 4 накида провязываем лицевыми скрещенными 1 2 3 и 4 далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону и разворачиваем лицевой петли и в конце ряда делаем накид да вот 8 изнаночный ряд накид сбрасываем накид делаем 2 вместе провязываем изнаночный простой изнаночный 8 изнаночный изнаночный скрещенной и и снова накид сбрасываем накид делаем 9 лицевой ряд накид сбрасываем делаем новый накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 6 лицевых 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо и снова накид сбрасываем накид делаем 10 изнаночный ряд накид сбрасываем накид делаем 2 вместе провязываем обычной изнаночной петлей 4 изнаночных 2 вместе провязываем изнаночный скрещенной и снова 1 накид сбрасываем 1 накид делаем новый 11 лицевой ряд сбрасываем накид делаем новый накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо и влево 2 лицевые 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо накид сбрасываем накид делаем 12 изнаночный ряд последний ряд раппорта сбрасываем накид и поднимаем считаем 5 накидов 1 2 3 4 и вот он 5 вот и не 5 накидов их нужно провязать изнаночной петлей подводим правую спицу под все пять накидов и провязываем их изнаночной петлей вот так далее делаем 4 новых накида 1 2 3 4 4 изнаночных снова делаем 4 накида сбрасываем следующий накид отсчитываем 5 накидов 2 3 4 и вот там 5 вот в конце начале и в конце неудобно считать вот они 5 накидов мы все их провязываем лицевой петлей вот так и провязываем кромочную петлю ну вот в начале и в конце ряда не очень удобно делать провязывать эти 5 накидов но тем не менее узор получается и получается довольно интересный вот мы провязали полностью один раппорт ширину и высоту и вот давайте про вяжем первый ряд следующего раппорта раппорт повторяется через каждые 12 рядов вот я сейчас провяжу первый ряд следующего раппорта 1 лицевая 4 лицевых скрещенных 2 вместе лицевой с наклоном вправо чуть лево не привязала делаем 2 накида 2 вместе лицевой с наклоном влево 4 лицевых скрещенных и 1 лицевая в конце ряда вот и посмотрите как красиво получается но согласитесь это не так уж и трудно но как интересно я не знаю как вам а мне было интересно вязать этот красивый узор ставьте лайки если он вам понравился пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете зовите к нам своих друзей я желаю вам здоровья удачи позитива и ровных легких петелек пока пока пока